Это уже то, что получилось у нас в Казани, то, что у нас заработало две недели назад. Это как раз пример тех каскадов, о которых я вам расскажу чуть-чуть подробнее. У нас довольно интеллим такой... Надо понимать, что объект мы открыли, ну, во-первых, потому что мы долго его не открывали, уже нужно было как-то людям дать доступ, потому что у нас проходит чемпионат мира в Казани, у нас очень много гостей, нам казалось важным это пространство сделать для них доступным так же. При том, что мы продолжаем работать, мы продолжаем улучшать эту территорию, официальное большое открытие мы проведем в августе. Но произошло чудо, и две недели назад, когда мы просто-напросто убрали забор, у нас прошло, без всякого анонсирования, у нас прошло 50 тысяч человек за два дня. Ни одного растения никто не украл, значит, ничего не развалилось. Это тоже наша большая радость, мы там ничего ни от кого не оказались вынуждены загораживать. Как будто бы, такое ощущение, люди это воспринимали, как будто бы так и было там, что очень-очень приятно. Это вот фотографии первых дней. Вот здесь вот находится театр Камала, это главный татарский драматический театр наш. Различные элементы детских игровых площадок. Я сейчас вам просто показываю фотографии. Это очень смешно, произошло у нас 15-го числа, день, когда мы снимали заборы, через улицу Сымжанова решила перейти лутка с утятами. Я не знаю, что произошло, кто ее послал. Это было невероятно трогательно, потому что в 8.35 утра сотрудники ДПС были в нуждом перекрыть дорогу. Она прошествовала, потом, значит, цыпляет эти кутят всех, значит, мы засовывали на... Перебрасывали через бордюры. И дальше они, значит, прошествовали, звучит променад по вновь открытой набережной и, значит, отправились в воду. И только что, буквально минут 15 назад, вот Елена видела, мне казанцы шлют сториз в Инстаграм, как они плавают по этому озеру, так что с ними все хорошо. А это чуть-чуть про то, что пишут нам наши горожане. Маленькое зарядье по-казански не отстаем. Значит, напомнила по озеленению зарядье. Теперь в Казани есть свое зарядье. Ну, просто это я как-то попыталась актуализировать, так сказать, это выступление в стенах замечательного вашего заповедного посольства. Чуть-чуть про то, как это выглядело до и после в процессе изменений. Ну, то есть, на самом деле, у нас просто добавилась целая большая вот эта зона набережной нижней. Здесь вот не было ничего. Вот этот вот парапет, который здесь видите, это вот он здесь. Вот этого всего не было. Это все тоже вновь построено. Самое важное, это вот эти каскады, о которых я вам сейчас расскажу подробнее, потому что это демонстрационные каскады, которые показывают, как, собственно, очищается вода. И это та технология, которая, ну, я бы не сказала, что какая-то такая ground breaking, потому что вообще у нас в советских учебниках по миллиардативным работам это было где-то в годах 50-х уже. Но мы совершенно как-то не актуализировали этот опыт и эти знания. А доктор Юда работал эту технологию. Суть в чем? Мы забираем загрязненную воду из озера, пропускаем ее через систему каскадов. Они состоят, эти каскады, из слоев различных дренирующих веществ и растений. Растений в процессе фотосинтеза, то есть они же чистят, не там, корнями, стеблями, листьями. Они полностью перерабатывают вещества, растворенные в воде в том числе и так далее. Значит, первый каскад это и хорни, это такое тропическое растение, оно скоро зацветет такими невероятными синими цветами. У них в воде такие огромные разрастающиеся хорни, такие мохнатые, страшные, которые невероятно эффективно очищают воду. Это в Латинской Америке, насколько я понимаю, очень активно используют, как раз, для того, чтобы очищать водоемы. И вот это вот они, они делятся, то есть вот это вот, например, уже отпочковавшаяся дочка, она скоро отделится, очень быстро разрастается. У нас к концу лета этот каскад будет полностью заполнен этими хорнями, можно будет делиться с друзьями. Дальше у нас переходит вода по трубам, переливается в каскад с камышом озерным. И камыш на самом деле выглядит вот так, не нужно путать, у нас обычно камышом называют не камыш. Дальше невероятной красоты, дербельник и баллистный, у нас такой розовый взрыв, там на кабане произошел, вы увидите еще фотографии. Дальше ракоз, ирис, ну ирис у нас цветет на будущий год, потому что ирис обычно цветет в мае, поэтому в этом году мы его не увидим. Но мой желтый, это вот как раз тот, который желтый. Дальше манник и самое главное наше любимое растение, аир обыкновенный, еще называется аир татарский. Очень много растет у нас в зоне резко-конфинентального климата, очень много в положье. И как раз этот самый аир у нас всегда сажали в татарских деревнях водоемы, где планировали брать питьевую воду, потому что он действительно очень эффективно воду ощущает. Ну и в последнем каскаде у нас кувшинки. Они у нас три дня назад поднялись, потому что их посадили вниз. И вот у нас позавчера, первый раз они раскрылись. Они вообще сейчас маленькие, дальше вот они вот такого. То есть у них будут до полутора метров листья будут в диаметре у нас в конце лета, опять же. И такие замечательные, они красивые, они раскрываются, когда светло, к вечеру они прячутся. И это какое-то невероятное счастье вообще за ними наблюдать. Что важно? Важно, что главное в этом проекте, это экологическая составляющая. То есть мы дополнительно обсадили берега зелеными растениями. Это важно, и мы будем добавлять их еще, потому что самое важное, это это озеро Чистину. А в 80-м году, в 80-е годы было невероятно. Ну, все было практически умирающим. Умень загрязнения чудовищный. И наша основная задача, это сделать так, чтобы оно было лучше. Мы разбирались с разными радостями, вроде там незаконных врезок фекальной канализации в озеро, которых оказалось три. Это на самом деле происходит везде. Наверное, есть какая-то комплексная работа в Москве, в регионах это сложно, потому что системы очистных, это вообще очень большие деньги. И это не то, что как бы очевидно можно продать населению, как у нас любят говорить о власть-имущей, поэтому это такая, ну, нелинейный процесс. У нас большая какая-то системная работа на эту тему ведется. У нас запланировано строительство дополнительных очистных на этом озере. И вот как раз одни из очистных мы перерабатываем, а не вот, ну, системы этих каскадов. Мы, у нас есть система аэрации, у нас там есть фонтан, который, пока у нас есть такой 20-метровый фонтан, а на будущий год мы сделаем систему из нескольких, которые будут еще больше насыщать воду кислородом, потому что вот буквально на днях у нас практически во всех водоемах в Казани от жары начала всплывать рыба, а на Кабани ее практически не стояла, она стояла, но и было очень мало, потому что есть аэрации, и мы, в общем-то, как иначе, в одном смысле понимаем, что полезно это все для водоема. Вот всякие наши нижние палубы, это так называемые стелсы, перфорированный металл, а за ним освещение, очень красиво светится вечером, вы увидите. Доступ к воде, вот эти как раз красные скамейки, это такой фирменный прием компании Турцкий, они светятся, они сделают стеклопластика, мы три месяца мучились, не могли понять, потому что из Китая везти дорого, их там производят на каком-то оборонном заводе, я там была, но мне не показали, как это делаю, потому что завод оборонный, и мы думали даже у них заказать, но там доставка выходила такая же, как стоимость, совсем уже какой-то чубунный мост, и мы начали искать, кто нам разведет, и вот эти наши доблестные ребята в набережных челнах нашли способ сделать его равномерно и прозрачным, потому что главная проблема со стеклопластиком, что он жилистый получается, и очень неравномерно свет распределяет. Вот я вам сейчас покажу, что в итоге получилось. У нас тут рыбаки собираются по утрам, тут как-то целое ведро рыболовили,